Я могу спасти, излечить! Не останавливай меня, Питер! Коннор проводил хирургические операции на полях сражений, оказывая помощь солдатам, пока не получил серьезное ранение правой руки при взрыве. В скором времени руку пришлось ампутировать. После возвращения гражданской жизни в качестве исследователя-технолога, Коннор стал одержим идеей раскрытия тайн регенерации конечностей у рептилий. Вскоре он разработал экспериментальную сыворотку, взятую из ДНК рептилий. Коннор успешно восстановил поврежденную лапу кролика и белые мыши, а затем решил испытать сыворотку на себе. В результате опыта ему действительно удалось отрастить свою правую руку, однако препарат имел побочный эффект. После принятия сыворотки доктор Коннор стал превращаться в гибрид человека и ящериц. В таком облике он обладает повышенной силой, скоростью и ловкостью, однако в большинстве случаев теряет человеческий разум. Также ему передалась способность ящериц к невероятной регенерации. Помимо этого он имеет телепатическую связь со многими рептилиями, получая возможность управлять ими. Впервые на телеэкране ящер появляется в мультсериале Человек-паук 1967 года. Моего царства. Сегодня я правлю этим болотом. А завтра буду править миром. Тебе никогда не добраться до лаборатории. Мой инстинкт паука говорит мне. Теперь поиграем в прятки. Вы выпили лекарства? Эмрика, я не ошибся. В 1981 году ящера можно увидеть в мультсериале Человек-паук 5000. Он опоздал и уже меня не остановит. Скоро, мои маленькие друзья, я отпущу вас в людские массы города Нью-Йорка. Это же... Надо вымираться отсюда! Нет! В дороге! Теперь снять поезд с рельсов и заблокировать туннель. Что ж, приятель... Ты меня не остановишь, Человек-паук. Ты обречен. О, да-да, конечно. Тебе двойной удар паучьей силы. Комплименты от твоего доброго соседа, Человека-паука. Скоро вас станет много, и Нью-Йорк будет наш. Хорошая попытка, но тебе придется постараться, чтобы от меня избавиться. Нет проблем, Человек-паук. В мультсериале 1994 года Человек-паук, ящер впервые появляется в серии «Ночная ящерица» и участвует в сериале довольно активно. Здесь он изображен как гений, но и как в комиксах он иногда бывает диким. Помогите, миссис Гоннерс! Что? Если я окажусь слабее, пойду на корм ящерицы. Ого, пора подкрепиться. Странно, как странно. Неделю назад это чудовище было ученым. Сцепились как звери, не на жизнь, а на смерть. Ящер также появляется в мультсериале «Новый Человек-паук» 2003 года в эпизоде «Закон джунглей». Внешность ящера в этом мультфильме была гораздо более животной и напоминала бешеную рептилию, в отличие от классики. Еще не поздно вернуть все назад, доктор Коннорс. Я смогу помочь вам. Я все знаю о ваших экспериментах. В трилогии Сэма Рэйми доктора Коннорса сыграл Дилан Бейкер. Он появляется во втором фильме про Человека-паука 2004 года, но только в качестве человека. Я хочу учиться здесь. Так постарайся. В 2007 году Дилан Бейкер вновь сыграл доктора Коннорса в третьей части фильма «Враг в отражении». Когда в теле укоренится такой паразит, искоренить его потом трудно. В 2008 году ящер появляется в мультсериале «Грандиозный Человек-паук». Папа, остановись! Тебе не обязательно быть ящером! Ты все еще мой отец! У меня для тебя сюрприз, ящерка! Очиститель генов на 100% удаляет самое стойкое загрязнение! В 2012 году в фильме «Перезапуски» ящера играет Рис Иванс. Он является главным злодеем фильма, давним другом и коллегой отца Питера, Ричарда Паркера. Питер помогает Курту закончить формулу регенерации, над которой Коннорс и Ричард работали вместе. Курт вводит формулу себе, и его правая рука отрастает. Однако затем он начинает мутировать, и в результате становится ящером. Курт вводит формулу «Грандиозный Человек-паук». Бедный Питер Паркер. Ни мамы, ни бабы. В мультсериале «Великий Человек-паук» 2012 года Курт Коннорс превращается в ящера под действием сыворотки от Токтавиуса и становится членом зловещей шестерки Доктора Осьминога. Я не могу генерировать поврежденное тело. Знаю, сомнительно, но... Что такое? Что вы сделали? Спас тебя по науке. Док, вы же... Поднастроить, и проект Отто вылечит меня. Док? Ух ты! Что случилось? Вот это мощь! Разве ящеры глухие? Происходящее нужно проанализировать, срочно! Я найду Отто. Щит посадит его под замок, лишив меня шансов. Я не могу потерять их. Ты хотел монстра, Осьминог? Тогда я покажу тебе монстра. Далее ящер появляется в мультсериале Марвел Дисковые войны 2014 года. В 2017 году ящера можно увидеть в мультсериале Человек-паук. Докровные, нет тепла, нет движения. Надо признать, костюм на вид довольно надежный. Отто, нужна твоя помощь. Это частная вечеринка? Что вы оба тут делаете? Меня вызвали, не вас! Над вами разную цепную реакцию. Присчитал? Полученное вещество надо проверить, прежде чем вводить. Сейчас увидите, на что способен истинный гений! Мои расчеты верны. Этого не могло случиться! А не мог кто-то похимичить с пробиркой? В мультфильме Человек-паук через вселенные 2018 года Гвен-паук в своей вселенной сражается с ящером, которым оказался Питер Паркер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...